слава иисусу христу слава нашему спасителю господу да братья и сестры всех приветствую меня меня слышно уже подключился кто-то до в эфире это эфир на канале эфир на канале ютуба прямой эфир сегодня вечером а также вот завтра и послезавтра буду подключаться а вот как раз написано что уже есть уже подключение да хорошо слава богу вот и слава богу что сегодня был собор он продолжается в общем то собор так собор посвященный пятисотлетию садя начала великой реформации и обновлении мирового христианства то есть собор который посвящен действительно вот этой эпохи великой реформации эпоха великой реформации в которую мы с вами живем по милости господней слава богу вот и пять столетий тому назад закончилась эпоха великой деформации деградации мирового христианства сегодня вот сейчас мне звонил как раз вот в начале эфира вот как раз уже запустился эфира я еще по телефону беседовал это брат наш служитель андрей из белоруссии как раз сегодня тоже был вот и слава богу что братья сестры кто смогли быть сегодня на соборе вот молились бога славили сегодня привет а джозеф привет из россии да привет россии шалом молюсь за россию в эти дни также вот и молюсь за украину молюсь за россию за другие страны вот слава богу пусть господь действительно пробудет народы все потому что бог хочет чтобы все люди спаслись и достигли познания истины да друзья пишите ваши вопросы я обещал вчера еще во время вчерашнего эфира что буду отвечать на вопросы я к сожалению не получил но не нашел есть какие то вопросы да не вижу сейчас вопросов там был вопрос я прочитал еще час назад еще сейчас я делал эфир вот перед тем как здесь выйти я сделал небольшой такой пробный эфир на фейсбуке на своей основной странице там их у меня три страницы первая страница там много друзей из-за того что лимит там уже был друзей то начал вторую страницу и там тоже скоро лимит уже весь исчерпан был начал третью страницу от кабы их три страницы и везде фактически лимит исчерпан уже но но я стараюсь делать эфиры и вот значит и вот буду стараться на фейсбуке тоже выходить в эфир прямой да слава богу наталья кравченко да приветствую да если у вас есть вопросы касательно реформации и деформации церкви христианской церкви христианство дом пишите я извиняюсь сейчас я возьму наверное водички вот здесь у меня вода есть вот такой уж водички вот и слава богу что хочется послушать вас но интернет подводит вот брат одессе это конечно да слава богу за интернет но видите не везде он еще достаточно хороший не везде достаточно еще скоростной но брат дорогой и сестры братья нести ну не расстраивайтесь сильно потому что я делаю запись еще и вот эта вся трансляция она каким-то образом там обрабатывается потом какие-то минуты и потом выставляется уже в качестве записи на канале то есть как допустим там можно можете сейчас посмотреть допустим вчерашние вечерние включение моё пробное такое тоже часовое примерно час я как раз был тоже вот в эфире и все это потом написано обрабатывается опубликовать нажал да значит и она опубликовалась вот на странице моей я буду это видео тоже буду выставлять поэтому если сейчас интернет допустим он не позволяет так вот хорошо все слышать видеть то в записи потом можно будет это сделать благодарю да благоставляю вас брат одиссея слава богу и всех братьев сестер благоставляю так вот я вчера говорил о начале собора сегодня был сам собор наше это собрание наше служение накловской здесь в киеве в нашей киевской архипископии оно было посвящено как раз именно дню великой реформации посвящено как раз именно началу великой реформации кто все помните да надеюсь все помните день великой реформации когда у нас 31 октября кто знает напомню кто не знает скажу что 31 октября 1517 года грянула великая октябрьская христианская реформация слава богу да брат константин еще вот тоже приветствую вас и благоставляю великого бога так вот и их действительно началась эпоха реформации вот здесь как раз вот вопросы сегодня раз расстался с православной девушкой из-за иных не православных христианских взглядов сказала она что не будет общаться со мной из-за ереси видать в православии хорошо промыли мозг и а ее за я ее зову ко христу она сказала что не может речься от православной веры джозеф дорогой вот проблема в чем и вот тоже братья послушайте сестры действительно очень много людей у нас они православные по культуре своей по религии своей но еще не являются вот ну христианами поэтому джозеф правильно как раз политику такой гнет что ко христу зовет ко христу не просто там другую церковь не просто на другое собрание там ходу куда-то вот а именно ко христу потому что я как реформатор и как евангелист православный я часто это почти эту мысль подчеркиваю что много православных но среди множества православных к сожалению очень мало христиан ничтожно порой мало христиан встречаю вот потом а почему я это понял потому что православными мы становимся от православной культуры от православной церкви допустим как допустим протестантами от протестантской церкви допустим да католиками от католической традиции католической церкви допустим но христианами мы не можем стать ни от православной церкви нет католической нет протестантской христианами мы можем стать только лишь от иисуса христа только от самого господа иисуса христа мы можем стать христианами Потому что ни в ком другом нет спасения. Нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Лишь от Иисуса Христа. Он сам сказал, я есть путь, истина и жизнь. И он подчеркивает, дамы и господа, братья и сестры, он подчеркивает, что никто не приходит к Отцу, как только лишь через меня. То есть через Него, через Иисуса Христа. И это очень важно для понимания истины, потому что истина в Иисусе Христе. Истина в самом Господе Иисусе Христе. И сегодня я как спикер собора, епископ наш Кифа не смог быть сегодня, к сожалению, по семейным вопросам, не смог быть на соборе. Надеюсь, будет включение его Кифа. Если ты уже подключился, то дай о себе знать обязательно. Я надеюсь, сегодня вечером, а также в следующие вечера, завтра и послезавтра, будем иметь возможность Кифа тоже выслушать. Выслушаем. Слава Богу. И потому как действительно сегодня не хватало еще как раз вот именно его слова от Господа. Хорошо. Вот. И что скажу. Сегодня я как проповедник говорил о деформации и реформации. Реформация. Реформация. Реформация это не выдумывание чего-то нового. Реформация это восстановление того, что было изначально дано нам. Это возрождение. Реформация это воскресение. Это покаяние церкви. Это исправление. Работа над ошибками. Реформация это действительно возвращение к Богу, возвращение к нашей первой любви. К Господу Иисусу Христу, к основанию веры, к Слову Божьему. Сегодня, кстати, я зачитывал уже, сейчас попробую еще зачитать некоторые моменты. Из как раз сочинений реформаторов вот того далекого шестнадцатого столетия. Кстати, наверное, все вы так или иначе, друзья, слышали об этих пяти Солос, да? Соло, первое из них Соло Скриптура. Сегодня как раз вот у нас шла речь на соборе как раз большей частью именно о Соло Скриптура. То есть только Писание, только Библия. Потому что и я как христианин, я тоже верую, что Библия является Божьим Словом, Божьим Откровением. И возвращение именно как раз к Библии, к основанию, к Божьему Слову, это очень важная составляющая и направляющая реформации. Потому что только лишь вот этот вектор, он показывает суть настоящей реформации, не подделки, не подмены, а настоящей, не понарошку, по-правдочному реформации. Вот, и сегодня тоже подчеркивал я разницу между реформацией и деформацией. Деформация, что это? Это деградация, это отступление, это действительно беда церкви. Это, как греки называли еще словом апостасия, то есть отступничество. Но реформация это покаяние. И вот, я сейчас зачитаю, вот этих пять солос, можем вместе это провозгласить. Вот пять только, вот это только-только-только-только-только. В 16-м столетии реформаторы определили вот этих пять только, пять солос. Соло-скриптура, по-русски только писание, только писание. Сегодня шла речь в основном об этом у нас на соборе. Потом только вера, потом только благодать, только Христос. И завершающее, прекрасное такое, только Богу слава. Аминь. Только Богу слава. Соли деу глория. Только Богу слава. Вот, и вот эти пять только, действительно, они показывают вот суть настоящей реформации. Слава Богу, суть настоящего, неподдельного такого движения реформаторского. Так, здесь еще какие вопросы? Да. Вот, и, так вот, и когда говорим о деформации, деформация это отступление. Реформация это возвращение, восстановление. Когда мы отступаем от Бога, это деформация. Когда возвращаемся к Богу, это реформация. Отвращаемся от Творца, обращаемся к греху, это деформация. Отвращаемся от греха, обращаемся к Богу, это реформация. Восстановление. Слава Богу. И вот так вот. Кстати, вопрос был еще сегодня, тоже вот на Ютубе. Ну, сейчас не буду искать уже. Их несколько было вопросов. Один из вопросов по поводу реформаторов, что вот они, мол, были антисемитами в основном, в основной своей массе и прочее. Вот, и даже чуть ли не Холокост, вина как раз и вот Лютера и реформаторов. На самом деле, дамы и господа, это неправда. Ну, как сказать, это полуправда, а полуправда порой хуже, чем откровенная ложь. Дело в том, что, да, Лютер и многие другие реформаторы в том далеком 16 столетии, они, конечно, сделали шаг вперед. Слава Богу, они сделали шаг вперед, вот, и возвращаясь к Слову Божьему. Они сделали шаг вперед, провозглашая Божье Слово Конституцией Церкви, основным законам Церкви. Но беда в чем? Библия, Божье Слово, оно, понимаете ли, оно обращается к человеку. Божье Слово, оно обращается ко всем нам. Но это слово люди могут принимать частично, не полностью. Могут, допустим, принимать какие-то отдельные фрагменты из Писания, а другое игнорировать. Вот Лютер, допустим, Лютер, Мартин Лютер, при всем уважении к его светлой памяти, он принимал из Писания многое. Он принял вот это откровение о том, что праведной верой жив будет, да? Помните, да? Даже такой эпизод, есть такой полулегендарный эпизод, когда он там путешествует в Рим, еще традиционным католическим священником. И, находясь как паломник в городе Риме, в столице тогдашней империи, знаете ли, он, подъезжая к городу, он восклицает, приветствую тебя, о, священный град, там, Рим. Побыл там он некоторое время как священник, как паломник, и потом есть такое интересное сравнение, когда он уезжал уже с Рима к себе обратно в Германию, на том же месте, с которого город хорошо просматривался, прощаясь с городом, Лютер воскликнул. Если ад существует, он говорил, то Рим поставлен прямо над адом. Вот такое высказывание. А что послужило толчком для него? Вот как раз слово Божье, некоторые тексты из Писания, они очень сильно стали ему открываться, они стали ему в нем оживать, эти тексты из Писания. Какие тексты? Праведный верою жив будет. Праведный верою жив будет. И вот другой полулегендарный такой эпизод, рассказываемый как раз вот из жизни Лютера, говорит нам о том, что Лютер, когда вот по этой лестнице чудесницы поднимался, лестница Пилата, помните, да, из истории, нет? Кто помнит, кто не помнит, но Мартин Лютер как раз был в то время, когда там проводились такие религиозные шоу, будем договорить. И там была такая вытекание лестница в Риме, она так была и названа, лестница Пилата. Лестница, по которой якобы как раз, то есть та самая лестница, по которой якобы как раз Иисус поднимался на суд к Пилату. Так вот, и согласно римским верованиям католическим тех лет, эта лестница сама собой, знаете ли, из Израиля, по воздуху прямо перенеслась туда, в Рим, Ватикан. И приземлилась, знаете ли, там прямо в Ватикане, вот, и как бы, как помните этот мультик «Золотое кольцо», да, «Мост из хрусталя», когда он полетел там. Вот, вот, наверное, так они в древности представляли, я не знаю, но, конечно, время было такое суровое и мракобесие процветало, к сожалению, такое еще какое. Так вот, и Папа Римский, не помню, кто из них, по-моему, Бонифаций, ну, кто-то из Пап тогдашних, объявил даже такое, как бы шоу такое, аттракцион. Объявил, что каждый, кто по этой лестнице поднимется с молитвами, с покаянием, то получит индульгенцию, прощение грехов. Значит, и, конечно же, на входе там стоял монах с кассой, как говорится, выдавал билетики. То есть, это все было, конечно же, не бесплатно. Религиозно-мафиозная коррумпированная структура, значит, тогдашнего христианства паразитировала на народных массах невежественных. И действительно эксплуатировала самые темные чувства человеческой души, суеверия религиозные. И мракобесие процветало, конечно, невиданных размеров. Сегодня, конечно, даже в наш век, в наш век, когда, как говорится, космические корабли бороздят просторы Вселенной, по-прежнему мы видим людей толпами стоящими целовать мощи, кости какого-то святого, черепа таких-то святых, пальцы, ноги таких-то святых. Ужас! Это наш век. Люди с высшим образованием, порой даже не с одним высшим образованием, идут и целуют эти кости. Позор! Позорище просто! Я вот, ну, понимаете ли, я вот сам пережил этот позор в своей жизни некоторые годы, и поэтому я знаю, о чем говорю. Те, кто не пережил такого позора, конечно, им очень трудно понять, как это люди могут вот так вот заблуждаться, так вот, знаете ли, такой махровый оккультизм, ничем не прикрытый, как он может выдаваться за христианство вообще, ничего общего не имея, по сути, с христианством. Культ мертвых, почитание мощей и другие извращения религиозные, ничего общего с христианством не имеющие, но выдаваемые за христианство. Вот, дамы и господа, братья и сестры, но я сам в своей жизни пережил это, и будучи традиционным священнослужителем православным, я целовал мощи, целовал кресты, иконы, значит, и совершал прочие мерзости, полагая наивно, что это угодно спасителю Богу, что это угождение Богу, что это действительно христианство, то, что я практикую, это истинное христианство. Это безумие, религиозное мракобесие в моей судьбе продолжалось до самого 96-го года. Я об этом много свидетельствую, рассказываю, есть на сайтах разных, на страницах можно скачать даже, значит, мое свидетельство, оно так называется, мой путь к живому Богу, ну, краткое такое, знаете ли, обзорное такое свидетельство, я его написал давно уже, на одном дыхании буквально написал, как статью, мне, ну, предложили статью такую опубликовать, я думаю, хорошо, засяду, и написал так довольно обширную статью, и я заглавил ее тогда, я, ну, не знаю даже, сколько лет, 15 назад, наверное, озаглавил ее, мой путь к живому Богу, вот так вот. И эта статья до сих пор гуляет по интернету, значит, там, как бы в разных изданиях она публиковалась, баптистов, харизматов, писятников, адвентистов, методистов, о очень разных христианских конфессиях публиковалась она, вот. Вот, вот, но сейчас, вот, кстати, сегодня, перед собором, мы общались, как раз, с нашим благочином, с отцом Алексеем, прошаг, мы общались на эту тему, и он подкинул идею, ну, которая, в принципе, уже в голове у меня вертелась, не раз и не два, но, как бы, вот, с его уст это было для меня подтверждением. Издать книгу, более подробную, более детальную, как раз, книгу, автобиографичную, свидетельства такие. Знаете ли, я думаю, это очень поможет, как раз, вот, именно, людям, многим запутавшимся в сетях, обольстительных сетях, религиозных, именно от религии прийти к живому Богу, от традиции к живой вере, от религии к спасению, от поиска бесконечного, да, и самокопания, и самоправедности к истинной праведности через веру в Иисуса Христа, к дару Божьему, жизни вечной, принять дар Бога, который для всего человечества бесплатно, но для Бога имел этот дар величайшую цену, кровь Сына Божьего, Агнца Божьего Иисуса Христа. Вот об этом, думаю, стоит книгу, как раз, вот, и подготовить, и издать. Слава Богу! Так вот, дамы и господа, да, уже половину эфира прошло, представляете, время как быстро летит, да? Вот, я уже и свидетельствую, ну, как бы, я думаю, свидетельство это тоже хорошо, но тема именно собора, именно реформация, но я, в общем-то, даже в свидетельстве я вижу тоже, будем так говорить, плод реформации определенной, я вижу, что в этом свидетельстве тоже деяние реформации, потому что, как реформация отдельного каждого из нас человека, так и реформация и целых поместных церквей, и конфессий, динаминаций, так и реформация всего мирового христианства, имеет много схожего, по сути, имеет даже больше схожего, нежели расхожего, имеет много общего, и вот эти солос, пять только, да, все, кто сейчас в сети слышали или нет, я, значит, еще раз прочту, только Писание, только вера, только благодать, только Христос, только Богу слава, вот эти пять только, которые были провозглашены на заре начала этой эры реформации, обновления мирового христианства, который уже пять столетий продолжается, именно как раз были провозглашены, будем так говорить, в те дни, когда завершилась эпоха, многовековая эпоха великой деформации и деградации мирового христианства, и началась эпоха великой реформации, обновления Церкви Христовой, вот эти пять только, они чем уникальны, что тем, что раскрывают суть, будем так говорить, суть именно реформации, как отдельного человека, так и целых групп верующих, поместных церквей, целых конфессий, динаминаций, юрисдикций, организаций и прочее, потому что, действительно, я подчеркивал мысль и сегодня тоже на соборе, подчеркивал мысль следующую, что и нам, православным христианам, и христианам всех других иных конфессий, динаминаций, необходимо стать, действительно, христианами библейской веры, евангельской веры, потому что мы, независимо от того, мы православные, католики или протестанты, или там неконфессиональные какие-то группы, мы должны, действительно, быть верующими библейской веры, основательной веры, евангельской веры, то есть, основывающейся на неприходящем Божьем Слове, именно в этом, действительно, великое благо для нас всех, слава Богу, да, и еще, снова подчеркну мысль, запомним ее тоже, друзья, что православными мы становимся от православия, будем так говорить, католиками от католичества, протестантами от протестантизма, и это не так сложно совершенно, не сложно, это очень просто, но христианами мы становимся и не от православия, и не от католицизма, и не от протестантизма, и мы не можем ни от чего другого стать христианами, кроме как от самого Иисуса Христа, от самого Господа Иисуса Христа, вот, и эту мысль я подчеркиваю паки и паки, что называется, снова и снова, вот, и завтра, и послезавтра тоже в 18.00 в это же время будет включение, продолжение будет, у нас сейчас еще есть время, у нас сейчас сегодня по киевскому времени с 18.00 до 19.00 время перевели, поэтому небольшая такая возникла путаница, я извиняюсь, братья и сестры, вовремя не предупредил, и не все, видимо, смогли, как бы, правильно сообразить о переводе времени, и поэтому даже сегодня на собрание многие пришли гораздо позже, вот, значит, почему-то позже, я не знаю, хотя я думал наоборот, да, а, Джозеф 19.29, ага, ну да, в России сейчас, да, у вас получается, да, сейчас московское время, да, полвосьмого, а у нас здесь сейчас в Киеве полседьмого, время перевели на час назад, получается, вот так вот, интересно, да, ну ладно, и вот, друзья, значит, завтра будет тоже включение, тоже поговорим о реформации, готовьте ваши вопросы, я сегодня объявлял уже тоже об этом, вот, а послезавтра, 31 октября, это будет и вечернее включение, и на протяжении всей ночи почасовое будет включение, то есть каждый час, ну, по 50 минут, по 55 минут примерно с молитвой будет прямое включение всю ночь, все ночное будет. Привет из Болгарии, Симеон Русимов, привет Болгарии, болгарскому народу, всем святым Болгарии радоваться. Кстати, сегодня день рождения еще нашего возлюбленного брата, который в Болгарии тоже трудился не раз и не два, проповедовал Слово Божье, это румынский православный епископ, реформатор Богдан Иоанеско. Богдан, если сейчас подключился, я не вижу всех по списку, кто подключился сейчас, значит, но если Богдан, если подключился или в записи смотрит, что сегодня за тебя молились, благоставляли сегодня. Сегодня мы молились за Богдана Иоанеско и за всех румынских и болгарских реформаторов, слава Богу. А сам Богдан Иоанеско, он проповедовал как раз, значит, в Румынии и Болгарии. Так, Джозеф пишет по поводу идолопоклонства. О, спасибо огромное, брат. Вопрос очень серьезный. Я уже коснулся немного этой темы, но вот в оставшиеся полчаса я хочу как раз тоже вот эту тему тоже развернуть. Надо, 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 брат. Потому что я об этом часто говорю в семинарах по истории христианства. Джозеф, у вас написано куча вопросов. Как связаться, ВКонтакте или почтой? Почта, можно, можете писать на hotmail.com. Alive, нижний прочерк, church, живая, прочерк, церковь, собачка, hotmail.com. Этот адрес, он указан на, после, внизу всех видео. Ну, должен, по крайней мере, быть указан. Сейчас я проверю. Да, есть, есть. Даже вот под этим видео, если вы посмотрите сейчас, под видео. Ну, под всеми, видимо, под всеми видео есть, они автоматически. Прямо вот в настройках уже ютуба, моего канала, это уже есть. Вот здесь написано подписка, уже больше двух тысяч подписчиков, слава Богу. Вот, и написано вот, значит, трансляция началась 31 минуту назад. Слава Иисусу Христу, друзья, братья и сестры, я продолжаю просветительское, реформаторское, евангельское православное служение. Благодарно всем, кто в молитве и финансово участвует в моих просветительских поездках. И дальше, дальше вся вот эта вот как раз информация, как можете поддерживать мое служение, молитвами, финансами, участвуйте в деле православной реформации. И вот внизу, еще ниже, если вы прокрутите, там есть контакты. И вот в контактах написан мой скайп. Значит, скайп, мы тоже выходим в сеть, значит, я стараюсь регулярно тоже выходить, проводить такие группы, такие встречи, обучение. Здесь, в нашей киевской архиепископии, будет вот скайп-группа такая очередная, сейчас вот как раз семинария православная, реформаторская. Вот, а под скайпом дальше имейл, ну, первый имейл, инбокс, ну, можно туда писать, но лучше на международный имейл. Это alivechurch.hotmail.com. Alive, потом нижний прочерк, черт. Ну, ладно, короче, разберетесь. Значит, здесь все написано, но, потому что время очень коротко. Так вот, дамы и господа, да, 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 это он, Владимир Ризник. А, Кифа, шалом, приветствую. О, наконец-то увидел душу родную. Да, да, вот, слава Богу, спасибо огромное. Да, вот как раз Владимир Ризник, он же епископ Кифа. Всем львовским святым радоваться. Завтра ожидаю, вот, при включении мы сделаем тоже и по скайпу общение. Здесь как раз с братьями наши священники. Уже в 10 утра уже у меня будут здесь наши священники. Будем общаться. Аминь, аминь. Аллилуйя. Вот, значит, и, значит, тогда сделаем включение Кифа. Подключаясь часов в 10, в 11 по скайпу. Ну, наверное, пока чай поставим здесь, пока будем чай пить. Делать пока общение, общение. Ну, часов где-то в 11 можно уже будет подключаться, я думаю. Вот, чтобы можно было пообщаться с братьями как раз мы. Как раз о реформации, вот, обо всем, о чем говорили мы и списывались. Хорошо, друзья, дамы и господа, внимание, значит, по поводу как раз реформации. Значит, 5 соус, 5 вот этого вот только, который я зачитывал, значит, еще раз, внимание, это то, что как бы выкрестилось, выкрестоливалось, его же язык заплетается, слушайте. Вот, короче, как кристалл. Сама суть, она была явлена, эта реформация, в этих пяти только, только. Только Писание, только вера, только благодать, только Христос и только Богу слава. Кифа еще как раз провозносил, насколько я понял, еще Соло, как, Соло, надо мне напомнить, Агапа, да? Соло Агапа, насколько я помню, Соло Агапа, то есть, значит, только вот это вот братское, Соло Агапа, да? Аминь, аминь, замечательно, то есть, это вот Божья, вот эта вот любовь между братьями, братская, сестринская любовь, значит, и, да, все написано, Аллилуйя. Хорошо, друзья, и по поводу идолопоклонства, значит, сегодня я говорил больше, да, жертвенная Христова любовь, аминь, аминь, аминь. Кстати, вот церковь, дружеская церковь, в которой я бывал уже много раз, уже проповедовал во Львове, да, она так и называется, Агапа. При возможности тоже привет огромный всем святым в церкви Агапа и всех церквей города Львова. Надеюсь, скоро увидимся уже лицом к лицу, слава Богу, благословение Господне всех вам. Так вот, и, значит, по поводу, сегодня шла речь на соборе больше о многобожии, значит, проблеме многобожии в христианстве. Другая проблема, это проблема идолопоклонства, который вот брат сегодня тоже в вопросе выделил, в вопросе своем, да. Значит, идолопоклонство. Ну, наверное, завтра об этом тоже поговорим, но сегодня скажу, что идолопоклонство – это все то, что за место Бога в жизни человека может быть. Идолопоклонство, оно может быть и скрытых форм, и открытых вульгарных. Об открытых вульгарных формах я уже говорил сегодня этим вечером, вот, такие, как, допустим, почитание мощей, там, икон, значит, крестов, значит, такие внешние поклонения, церемониальные предметам, использование предметов в религиозной практике, фетишизм, даже вот, ношение креста или, допустим, вот, панагии, ну, креста, иконы, допустим, ПСК с молитвами, допустим, может быть тоже частью фетишизма, кстати. Это очень серьезная вещь. Если я буду думать, что это меня спасает, защищает, как-то благоставляет, оберегает там, то есть, никто во мне, а тот, кто на мне, как бы, как будто бы больше того, кто в мире, то я буду несчастным идолопоклонником, и грош цена моему христианству, оно яйца выеденного не будет стоить на самом деле. Но настоящая вера Христова, она в том, что тот, кто в нас, именно, больше того, кто в мире. Даже ношение креста, там, икон, значит, для меня, как панагии, епископский медальон, допустим, для меня, как для служителя Божьего, да, православного священнослужителя, реформатора, это знаки, атрибуты моего служения, но ни в коем разе не, значит, обереги талисмана и прочее. Вот, то есть, не в самих изображениях, образах есть грех. Кстати, а в нашем неправильном отношении к этому. Вот, я еще завтра, еще буду ссылаться, как раз, вот на патриарха Кирилла. Может быть, сегодня еще прочту его. Патриарх Кирилл Лукарис, имею в виду. Кто слышал, читал, патриарха Кирилл Лукариса, который через сто лет после Лютера, Кальвина, поднял знамя реформации на православном Востоке. Очень такая важная личность в истории православного движения, православной реформации в целом вообще. Вот, слава Богу. Как-то так. Ой. Слава Богу. Да, и по поводу идолопоклонства еще брату тоже отвечу. Ну и всем вам, друзья. И это будет потом в записи, тоже на Ютубе автоматически выставляться. Так вот, идолопоклонство бывает как открытых форм, вот, вышеназванных, допустим, да, так и скрытых форм. Так, Дмитрий пишет. Мне священник традиционной православной церкви доказывал, что они не поклоняются иконам, а почитают. И приводил кучу мест из ветхого заведового доказательства. В чем разница? Ну, не то чтобы куча мест писания, но есть некоторые места писания, да, которые вырваны из контекста, могут показаться оправдывающими идолопоклонства. Но, в частности, икона почитания, креста почитания, значит, там, мощи почитания и прочее. Но это никакой критики не выдерживает, когда, если мы эти места, эти же места писания, которые ваш, вот, знакомый там священник привел вам, просто удосушьтесь, прочитайте в контексте их, эти места писания. В контексте этой главы, определенной, допустим, в контексте книги, той данной, определенной какой-то, им процитированной. И также не забудьте о контексте всей Библии. Потому что такой типичный сектантский прием, которым пользуются, к сожалению, очень многие православно-традиционные священники, недобросовестные, вот именно добросовестные, недобросовестные, будучи. Вот, они, значит, вырывают из контекста общебиблейского некоторые цитаты из Писания. Но, конечно, нам тоже говорили, когда-то мозги промывали, всем же, знаете ли, еще с семинарской скамьи промывали нам мозги, тем 80-е годы еще были. Промывали нам тем, что, вот, мол, не самим иконам мы поклоняемся, не сами иконы мы почитаем, а через образ на первообраз, что сами иконы, даже церковь осуждает почитание, там, их, значит, там, поклонением, значит, там, как идолам, значит, их, там, много, то есть, словоблодие религиозное, весьма изощренное вообще. Кому интересно, более детально, сейчас у нас просто времени уже не будет, уже так сильно много, но, значит, кому интересно, можете потом это все посмотреть в моих семинарах по истории христианства. Доктрина православной церкви четко разделяет почитание и поклонение. На бумаге все четко и верно. Просто в жизни то, что называется почитание, на самом деле это далеко не почитание. Совершенно верно. Киев очень все разумно, как бы, вам и разъяснил, в общем-то. Потому что, как там, какой бы ни был там мудрец, знаете ли, вот, философ, там, пан-философ, там, богослов какой-нибудь, допустим, ученый, он, там, напрягая все свои извилины религиозные, он, там, становясь на колени перед иконой, целует эту икону, и он напрягается этими извилинами своими мозговыми, там, и он еще, там, старается поклониться Богу в этот момент посредством этого образа. Это, ой, это все Филькина грамота. На самом деле, это все такая чушь. Но даже если он так и напрягается, и себя весь прям, вот, знаете ли, вот он именно к Богу стремляется, хорошо. Но, во-первых, это чушь, такого не бывает никогда. Все равно, как бы, даже на бумаге это все изложив, любой богослов, любой, там, выдающийся учитель, он должен просто-напросто честно признать, что на практике все гораздо иначе. Он перекрестился, поцеловал, значит, там все, и, как правило, даже и особенно не размышляя ни о Боге, ни о Вечности, ни о Святом, все, какой-нибудь святыни какой-нибудь просто. Вот, значит, поцеловал, справил свои религиозные нужды, как нам раньше говорили в Советском Союзе, справить свои религиозные нужды. Вот так вот, значит, и, ну, второй момент, Кураев как-то, Андрей, он там становился неким таким адвокатом дьявола тоже и пытался оправдать идолопоклонство. И то же самое там начал тоже такую религиозную эту, значит, всякую бессмыслицу нести. Вот, мол, вот, мол, мы через образ на первообраз перекидываемся, опять все эти старые семинарские байки стал рассказывать, пропавшие нафталином достал из шкафа, видимо, религиозного своего. Значит, там по поводу парня и девушки, кто слышал, не слышал, не знаю из вас, но это старая такая байка, ее все священники знают обычно и рассказывают. Я тоже ее рассказывал не раз и не два, там, будучи традиционным еще священником православным, а сейчас уже рассказываю ее как иллюстрацию безграмотности религиозной такой мракописи. Обычно пример такой приводят, вот парень любит девушку и вот думая о ней, ну, они далеко друг от друга, где-то он здесь, допустим, она где-то там в другой стране, там, допустим, далеко. И вот, значит, он достает ее фотографию, там, вздыхает, целует эту фотографию, мыслями перекидываясь на первый образ, объект своей любви. И вот нам обычно говорили так вот раньше тоже, что вот, мол, протестанты не понимают самой сути нашего воздыхания молитвенного, мы не саму эту икону любим, мы перекидываемся на первый образ, значит, туда вот, в заоблачные выси, в эфире вечном. Ну, это все чушь на самом деле. На самом деле это вся религиозная демагогия, словоблудие, это просто словоблудие. На самом деле не верьте таким словоблудам. Вот, а во-вторых, скажу проще, Бог это не девушка где-то там, знаете ли, в чужой стране. Господь Бог всемогущий, он пред лицом моим, он здесь, он здесь, и он хочет жить не просто даже где-то поблизости, по соседству, да, в соседнем там доме от тебя, нет, в соседнем подъезде, или в твоей квартире жить даже, в соседней комнате, нет, ни в коем разе. Даже в твоей комнате, нет, еще ближе, в самом тебе. Он хочет поселиться в самом тебе, вот в этом есть христианство, а все остальное это все так, чушь на постном масле. Ну ладно, значит, и вот, а еще что, значит, я помню там тоже, значит, об этом размышлял еще в 96-м году, да, а когда она приедет и увидит, что он с фотографией общается, интересно, что она скажет. Ну, скажешь, ну что, дурак, скажешь, что чокнулся без меня здесь, вот, вот, значит, ну, а вообще, конечно, если серьезно, то девушка будет просто-напросто, если она нормальная, адекватная, она просто хлопнет дверью и больше не покажется там. Потому что, представляете себе, он там нарисовал себе кучу девушек разных и целует этих всех девушек, кого он любит, непонятно вообще. Вы зайдите в любой храм православный, ради интереса даже, там что, вы увидите только лишь один образ Иисуса Христа и Ему почитание, поклонение, ни в коем разе. Нет, вы увидите сотни образов, кого там вы только не увидите вообще, святые на любой вкус и цвет вообще, пожалуйста, целуй, обцелуй хоть все. Вот, и это все выдается за христианство, это с христианством даже рядом не лежало вообще, вот, это имеет отношение к христианству такое же, как я к балету вообще, никакого. Знаете ли, это вообще чушь полная, это никакое не христианство, это антихристианство, просто называемое для, как бы, простофили, людей, совершенно, ну, не знающих ничего, знаете ли, называемое христианством. Это никакое не христианство, настоящее христианство это Христос. Перефразировав, можно так сказать, старые ленты, мы говорим Христос, подразумеваем христианство. Мы говорим христианство, подразумеваем Христос. Никак иначе вообще, дамы и господа, братья и сестры. Вот, и на самом деле, значит, если правы многобожники, правы идолопоклонники, то с таким христианством я не хочу ничего общего иметь вообще, абсолютно. Потому что, мое понимание христианства это Христос. Мое понимание христианства это сам Иисус Христос. Мое понимание христианства это истина, это любовь, это мир, это счастье, это здоровье, это процветание, это удовлетворение, это Бог, поселившийся в человеке и человек, поселившийся в Боге. Они, ледоди, ведоди, ли, как написано в оригинале Библии, в книге, песне, песней, я в моем возлюбленном, возлюбленный мой во мне, я ему всецело принадлежу, он всецело мне принадлежит. И вот это вера, а все остальное религия, все остальное традиция, все остальное лишноносное, временное и, как правило, даже особенно и не имеющее отношения, в общем-то, к истине. Так, ширм определенная. У нас час включения, сейчас у нас уже 48 минута записи этой трансляции, осталось не так много времени, я поясню, что с 6 до 7 по киевскому времени, время перевели, с 6 до 7 я в прямом эфире, здесь на ютубе. Кто сегодня подключался, да, благостовение Господне всех вам, вот, у нас еще есть немного времени, значит, на эту беседу, могу ответить на ваши вопросы, а так, еще скажу, завтра подключайтесь, в это же самое время, час будет у нас с вами общение. Вы счастливее за нас, брат Сергей, вы не только можете веровать и страдать за Христа, аминь. Все могу в укрепляющем Иисусе Христе, все могу абсолютно, как и любой христианин верующий, действительно наполненный Богом, все можем. Вот, и, конечно, да, действительно, за Христа Иисуса и страдаем, и, ну, это сладостно, это радостно, это, ой, ну, кто проходил гонение или проходит, те понимают, о чем я говорю. Кто не проходил еще, те, ну, это с трудом поймут, честно говоря. Но, вообще-то, за Христа страдать, это, действительно, это сладостно. Когда в прошлом году я впервые стоял перед судом за Слово Божье, перед судьей, которая меня осудила, значит, осудила на штраф денежный за благую весть, за проповедь Слова Божьего. Когда это было в Петербурге в прошлом году осенью, то уже больше года прошло чуть, вот, то, знаете ли, я понимал вот это, я осознавал такую внутреннюю радость. Мне было вот внутреннее такое сильнейшее удовлетворение в том, что от Бога, это от Бога честь. Конечно, это перед судьей стоять земным, это волнительно. Да, когда лжесвидетели, когда весь суд, он становится показным и таким, ну, такой свистопляской какой-то, знаете ли, абсолютно. Ну, у нас все пронизано этой ложью, ты понимаешь, это гниль этой системы судебной, когда милиция издевается на тобой, когда, значит, прокурор, когда судья, и все превращается в такую, знаете ли, вот такую дьявольскую свистопляску. Вот, с одной стороны, больно, конечно, за людей, гонителей, но я молился так, что, говорю, Господь, прости, они не понимают, что просто делают. Песля ваших проповедей, я не знаю, як ставитося до традиционной православной церкви, а як ставитося, с любовью, конечно, с любовью во Христе Иисусе. Да, и вот простите их, Сергей, они не знают, что делают. Да, я так и делаю, не знают, что делают на самом деле. А как ставитося до любых конфессий вообще, любых, даже не только христианских, а и нехристианских религий. Каким образом? Молиться, как правильно вам обращаться. Брат Адиси, я не знаю, как брату обращайтесь, в конце концов, да, напишите там, брат Сергей. Как до заблудчивых братьев нужно относиться. И так можно тоже, да, молиться, молиться, чтобы Господь просветил умы, чтобы духовные люди возродились. Самое главное, если молиться за, значит, именно брат Сергеевич, совершенно верно, как молиться именно за православных церквей, за православных христиан, особенно за священнослужителей, моя просьба к вам, молитесь о духовном возрождении, молитесь о спасении, молитесь о том, чтобы Божье Слово, чтобы оно пришло в жизнь священников, чтобы Божье Слово, Божья Истина, Божья Правда, она пришла в жизнь православных христиан. И, знаете, это архиважно, потому что кто не родится свыше, тот не может увидеть Царство Божьего. Это тема всех тем, самая наиважнейшая тема, духовное перерождение. В современном традиционном православии, к сожалению, эта тема, она никак не развита. Ну, она есть, как бы, в семинариях, у нас даже была тема такая, она и есть, эта тема, сатирология, да, это учение о спасении. И тот старый еще учебник в советское время у нас, этот учебник был в семинаре православной Сергея Строгородского, по-моему, да, как раз. Чтобы они родились с горы, нужно молиться. Совершенно верно, да, народилось с горы, чтобы родились свыше, родились от Бога новым рождением. И вот учебник тот, о котором я сейчас вспоминаю, это Сергея Строгородского, он так и называется, православное учение о спасении. Вот, но, знаете ли, учебник учебником, но самый лучший учебник по сатирологии, по спасению, вот это сама Библия. Это само Слово Божье, это само Евангелие. И спасение через веру в Иисуса Христа, спасение через благодать Божью, принять это спасение как дар Божий во Христе Иисусе, как подарок небесного любящего Отца, который так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Ненародного. Подавляющее большинство священников, нашего брата священства, священников, епископов, митрополитов, монахов, монахинь, и не говоря уже про простых прихожан, Как правило, подавляющее большинство из них даже и не знают, что Иисус Христос, Он действительно умер и воскрес для нашего оправдания, и Он есть Спаситель и Господь, и что ни в ком другом нет спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которому надлежало бы нам спастись. Что нет другого основания жизни, другой веры, что на самом деле нет другого фундамента веры. Понимаете ли, как Мартин Лютер, если помните, да, его высказывание, что признать, что Иисус Христос, это есть Господь, Бог, Спаситель, это как бы не спасает тебя. Он так выражался, но, дальше он сказал так, но признать, что Иисус Христос, это мой личный Господь, Бог, Спаситель, вот это спасает тебя, вот это спасает меня. То есть, когда человек, он просто знает даже умом, что Господь, Он Спаситель, да, Искупитель, Иисус, Христос, это одно. Но когда он осознает как своего личного Спасителя, принимает его как своего личного Господа и своего личного Спасителя, это абсолютно все меняет. Это меняет изнутри человека, потому что един Бог написано в Новом Завете, и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Это свидетельство Слова Божьего. И сам Христос сказал, я есть путь, истина и жизнь, и никто, он подчеркивает, никто не приходит к Отцу, как только лишь через Него, через Иисуса Христа. Да, не устану об этом напоминать, потому что это правда Божья, через веру Бог действительно дает спасение нам всем, абсолютно всем, неважно кто мы, православные, протестанты, католики, мусульмане, иудеи, атеисты, коммунисты, кем бы мы ни были вообще бы, какой бы мы религии, политики не держались бы, Знаете ли, социального положения, какое ни было бы наше, не то важно. Через веру Бог всем нам дает эту жизнь вечную, благодать через Иисуса Христа для каждого, для всех и каждого. Слава Богу. Так вот, да, друзья, остается последних пять минут у нас. Хочу благоставить вас, возлюбленные друзья, братья, сестры, благоставить вас благоставением священников, помолиться за вас, вот, благоставить именем Иисуса Христа, и также вот помолиться тоже молитвой и покаянием с вами. Потому что разные люди и сейчас в эфире смотрят с разным уровнем сознания, уровнем духовности, с разным пониманием Бога, себя, окружающего мира, осознанием. И совершенно разные люди будут смотреть это видео впоследствии. Хочу одно сказать. Помним, что Бог есть любовь. Бог очень любит всех нас. Любит весь род человеческий. Бог доказал к нам, к людям, свою великую любовь тем, что отдал Сына Своего Единородного за всех нас. Он доказывает всему человечеству, каждому из нас, чтобы никто из нас, не дай Бог, никогда не засомневался в Его любви. Он доказывает это тем, что отдал Сына Своего. Раз и навсегда кровью Христа приобрел нам искупление вечное. Вот это есть доказательство, величайшее доказательство святой Божьей любви. Вот, чтобы никто никогда, не дай Бог, даже и не думал засомневаться в благости, милости, праведности великого Бога. И, друзья, вот, зная эту правду, зная и евангельскую правду, хочу благоставить словами из Библии, благоставением священников, вот, и призвать имя Господне. Вы можете прямо сейчас, если кто смотрит это видео, или в эфире сейчас, или потом уже в записи будет смотреть, призовите имя Господне, скажите, Иисус, я принимаю Тебя как своего личного Спасителя. Поговорите своими словами, здесь важны даже не просто красиво составленные слова, а само сердце ваше, сам дух ваш. И назовите Иисуса Христа своим Господом, своим Спасителем, и лично своим Спасителем и Господом, Богом Святым, который действительно пролил свою кровь, божескую святую кровь за ваши грехи, за всех нас, не только за все человечество, за меня лично. Вот это архиважно для понимания, для спасения, для возрождения духовного, перерождения. Вникайте в Слово Божье, читайте Библию, старайтесь общаться с теми, кто также любит Господа Иисуса Христа, читает Слово Божье, и, ну, как говорится, с кем поведешься, надо все-таки общаться и вестись больше со святыми, значит, нежели с грешными. Хотя, всем нужно Слово Божье, молитесь за людей, возлагайте руки на больных, они будут здоровы, Бог будет подтверждать чудесами и знамениями проповедь Слова Божьего. Делитесь своей верой, радостной, благой вестью, что Бог во Христе примирил с Собою мир весь, слава Богу, слава Богу. И Он не хочет, чтобы кто погиб, но имел, чтобы все мы имели жизнь вечную. Аминь. Благоставляю во всех вас, завтра подключайтесь в 18.00, не забудьте, благоставляю во имя Господне. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Из города Киева, с нашей Киевской архиепископией, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя. Мир всем вам. Шалом. Слава Богу. Благоставения Господня всех вам. Вот и завтра в это же время давайте снова встретимся в эфире. И послезавтра, также вечером в 18.00 по киевскому времени. И плюс еще в ночь вот с 31.00 на 1.00 получается мы сделаем все ночное такое здесь вот собрание, все ночное бдение. Вот и всю ночь у нас будет эфир по часовой такое включение такое, каждый час будет включение. Ну почти всю ночь фактически непрерывно будет вестись такой эфир, прямой эфир. Поэтому пусть Бог благоставит всех вас. Благоставляю. Аминь. Шалом, друзья. Слава Богу. Так. Получилось вроде. Так. Есть. Сохраняется. Благословения Господня всех вам. Тоже. И благоставляю во имя Господня. Аллилуйя. Благословения Господня. Продолжение следует...